Здравствуйте, меня зовут Яна Скворцова, приветствую вас на своем канале Мода Эджедима, канала Моди Красоте, также об умном шопинге. Ну что ж, сегодня видео о минимализме. Итак, очень часто, особенно когда мы расхламились, мы начинаем понимать, что нам нужно контролировать поток тех вещей, которые в наш дом попадают. И здесь мы сталкиваемся с проблемой, что нужно опуздать свой потребительский голод и каким-то образом прийти к тому, чтобы покупать меньше, покупать меньше, покупать меньше. Но когда мы покупаем меньше, становимся ли мы минималистами? Скорее всего нет, потому что покупать меньше – это лишь один из аспектов минимализма, который связан с потреблением, который связан с перепотреблением. И по большому счету минимализм настолько многогранен, что если мы охватим нашими ментальными усилиями, нашими физическими усилиями только эту грань, то минималистами, конечно же, мы не станем, хотя, безусловно, мы получим определенные преимущества. В этом видео я скорее процитирую статью, которую я прочитала на итальянском языке, возможно, она есть на английском языке, возможно, она переведена на русский язык, мне она попалась на итальянском языке. Что-то я переосмыслила и добавила свое, а что-то будет прямо-таки цитата не моих мыслей. Итак, сегодняшнее видео посвящено принципам минимализма, принципам минималиста. Человек, который еще не совсем понял, что такое минимализм для него самого, следуя этим принципам, может, в общем-то, очень хорошо продвинуться по опыте минимализма. Итак, первый пункт. Постоянно мы должны смотреть вокруг себя, но речь касается прежде всего каких-то физических вещей, которые нас окружают, как правило, в доме, где мы живем. Но также этот принцип можно применить и на наши связи, на нашу дружбу, на наши знакомства, на те разговоры, которые мы ведем, на те смски, которые мы отвечаем, на то количество почты, которые к нам приходят. И, в общем-то, этот принцип применим практически ко всем аспектам нашей жизни. Мы должны посмотреть вокруг и понять содержание тех или иных вещей. Но, опять же, речь не идет только об уборке и речь не идет только о денежном содержании. Это понятие очень многогранно. Так вот, содержание этих вещей, поддержание тех или иных связей, например, ответ на смс, которые, в общем-то, очень часто ничего не значащих. СМС для нас, какие-то приветствия, какие-то поздравления и так далее, и так далее. Содержание таких вещей, поддержание таких связей занимает у нас больше времени, чем от этих связей избавиться, чем от этих вещей избавиться. Это очень хороший принцип, который позволит нам контролировать функциональность тех вещей, пользу тех связей, пользу тех знакомств, которые мы имеем. В одном из своих видео я рассказывала, что сократив количество телефонных звонков, которые поступают на мой телефон, практически сведя к нулю количество смс-сообщений, которые приходят мне на телефон, а как я это сделала, я просто в определенный момент не смогла отвечать всем, не смогла перезванивать всем. Люди, наверное, кто-то обиделся, кто-то понял, что я не отвечаю, потому что в обычной жизни мы очень даже хорошо общаемся, куда-то можем выйти. Но они знают, что у меня есть такая, наверное, странная особенность, я никому не отвечаю. Я постоянно извиняюсь, что я не увидела, и, кстати, очень часто это бывает именно так, что я не заметила, не услышала, дети посмотрели погоду в моем телефоне. В общем-то, все вокруг меня привыкли к тому, что смс отправляют мне бесполезно. Мне лучше позвонить, но я никогда не перезваниваю, если мне удобно, я отвечаю в моменте, если мне неудобно, то человек либо позвонит мне 10 раз, и я пойму, что это очень срочный вопрос, либо мы увидимся раньше, чем он позвонит мне 10 раз, и, соответственно, он изложит мне все, что хочет сказать. Поэтому оглядываемся вокруг и понимаем, на содержании тех или иных вещей в нашем доме у нас уходит больше времени, сил, либо денег, чем просто от этих вещей избавиться, кому-то подарить, либо даже продать эти вещи, и, соответственно, получить для себя какую-то выгоду, как материальную, так и в плане освобождения своего пространства. Еще один принцип, который очень удобно соблюдать, это прийти к пониманию того, что чем больше пространства свободного вокруг нас, опять же, речь не идет только свободного от вещей, и в этом случае, безусловно, мы говорим о наших квартирах, о наших домах, но также и о них, но говорим также о каком-то ментальном пространстве. Так вот, если мы поймем, если мы понаблюдаем, если мы заметим, возьмем на себя труд заметить, то мы совершенно четко увидим, что чем больше вокруг свободного пространства, тем больше у нас возможности наслаждаться тем, что мы имеем. В моем случае, например, свободный дом от лишних вещей означает, что мои дети могут комфортно играть, они ничего не уродят, нигде не ударятся, соответственно, опять же, вещи, которых мало в доме, их легче содержать в порядке, прежде всего, я сейчас говорю о детских игрушках, о детской одежде. Чем меньше вещей, действительно, тем больше можно наслаждаться этими же самыми вещами. Еще один принцип, это знаменитый принцип Парето, либо Парето, не знаю, как точно ставится ударение, который гласит, опять же, он не совсем так сформулирован, но в обывательском значении все его знают, что 80% усилий приводят к 20% результата, и наоборот, 20% наших усилий приводят и дают нам 80% результата. Что это может означать в контексте минимализма? Очень просто. Оглянитесь вокруг себя и заметьте, вещи, которые вас окружают, знакомства, которые вы имеете, и, в общем-то, книги, наверное, которые вы читаете, эти вещи вы используете 80% вашей жизни, либо всего лишь 20% приходится на то, что вы их используете, вы о них вспоминаете, вы берете их в руки, если речь идет о книгах, о музыке, что именно та музыка, которую вы слушаете, приводит вас к каким-то мыслям, к какому-то успокоению и так далее. И очень часто, действительно, мы, когда начинаем шагать по пути минимализма, оглядываясь вокруг себя, мы понимаем, что 80% вещей, которые нас окружают, либо 75%, либо 85%, безусловно, цифры совершенно приблизительные, это то, что мы используем крайне-крайне редко. И, соответственно, пусть вашим ориентиром будет добиться такого пространства вокруг себя, ментального, также окружить себя такими вещами, которые вы будете использовать 80%, 85%, желательно 90%. В моем случае это именно так. Если я оглянусь вокруг себя в своей квартире, исключение составляет место, где я сейчас записываю видео, это кабинет моего мужа, и, соответственно, здесь все так, как хочет он. Но если я оглянусь, например, на своей кухне вокруг себя, если я посмотрю на общую зону, где больше всего мы проводим времени, я пойму, что те вещи, которые там находятся, они используются каждый день, они используются даже не в 80% случаев, а, наверное, в 95% случаев. Поэтому вот такой вам ориентир, если вы начинающий минималист, оценивать пространство вокруг себя. Повторюсь, речь идет не только о физических вещах, но также о каких-то ментальных, наших ментальных связях, ментальных потребностях и так далее, о нашем ментальном пространстве. Еще один принцип – это 20 на 20, 20, точнее, дробь 20. В отдельном видео я затрагивала именно этот аспект. Это не моя мысль. И заключается он в следующем – в понимании того, что для того, чтобы иметь эту вещь, мне потребуется меньше 20 минут и меньше 20 долларов. Соответственно, эту вещь я не покупаю. Этой вещью я владеть не могу, просто потому, что в любой момент я могу ее купить, могу ее попросить, могу ее, в общем-то, привнести в свою жизнь. Принцип достаточно действительно действия, но очень многие вещи могут попадать под такой критерий. Как я часто говорю, покупки впрок, которые очень часто мы совершаем, это как раз такие вещи, которые стоят меньше 20 долларов. Ну, безусловно, речь пойдет о каком-то эквиваленте. Если вы живете в Европе, если вы живете в России, то это будет рублевый эквивалент. А и, соответственно, меньше 20 минут, потому что действительно дойти, доехать до супермаркета среднестатистическому человеку на этой планете потребуется, ну, наверное, все-таки меньше 20 минут. Поэтому, пожалуйста, пусть все, что вы хотите купить, все, что вам кажется очень нужным, очень важным, лежит на полках магазина, а вы, соответственно, в любой момент вашей жизни сможете все это купить, ну и, скорее всего, еще по скидкам. Еще один аспект, который важно понимать, не забывать, и который я лично практикую в своей жизни. Зрители мои знают, что у меня, например, очень много одежды. Так вот, минимализм – это не всегда мало вещей. Минимализм – это минимум необходимых для каждого человека вещей. Кажется, на первый взгляд, что это не так. Но, тем не менее, мы как раз-таки живем, наше поколение и, наверное, поколение наших детей сталкивается с проблемой того, что мы не понимаем тот необходимый нам минимум. Очень часто под воздействием рекламы, маркетинга, различных действительно маркетинговых ходов, мы покупаем гораздо больше и не успеваем остановиться для того, чтобы осознать, а сколько же действительно нам нужно. Сколько обуви нам нужно, сколько одежды нам нужно, сколько обуви нужно нашим детям, сколько утвари нам нужно на кухне. Мы достаточно бездумно попадаем вот в этот поток приобретения, покупательства, потребления и так далее. Поэтому, пожалуйста, имейте в виду, что минимум вещей – это минимум, необходимый для каждого конкретного человека. Для одной хозяйки это будет 5 кастрюль, минимум необходимых ей на кухне, а для кого-то это будет 2 кастрюли. Поэтому здесь ориентиров нет. И, соответственно, ориентируемся на то, что минимум необходимых вещей, а не просто малое количество, которое приведет к тому, что нам просто будет дискомфортно находиться в том или ином пространстве. Безусловно, если семья большая, то, наверное, нужен диван и кресло. Если семья маленькая, нужен только диван. Если семья большая, нужно 5 кастрюль, а то и 10 кастрюль. А с 5 кастрюлями, либо с 3 кастрюлями, любой хозяйке в большой семье, которая проживает и которая должна кормить большую семью, будет просто некомфортно. Поэтому мы помним, что минимум, он всегда индивидуален. Ну и еще один аспект минимализма, на котором нужно фокусировать свое внимание, если вы пока не пришли к этому интуитивно, если пока вы не почувствовали, это учиться быть довольными тем, что мы имеем, самостоятельно, добровольно выйти из этой гонки потребления, ценить действительно то, что мы есть, учиться видеть качество тех вещей, которые когда-то мы приобрели, которые когда-то мы принесли в свою жизнь. И на самом деле, опять же, созвучен этот принцип другому принципу, который, опять же, наверное, любой минималист со стажем может подтвердить, это принцип спокойствия, это принцип только одна вещь за один раз, только одно дело за один раз. На самом деле, когда мы выходим вот из этой постоянной гонки, которая даже непонятно зачем существует, но, скорее всего, это гонка какого-то потребления, нам, опять же, навязанная маркетингом и рекламой, мы понимаем, что когда вокруг нас мало вещей, когда вокруг нас наше ментальное пространство достаточно свободным, мы можем наслаждаться тем, что мы делаем одно дело, одно дело, но хорошо, долго, сколько нам нужно времени, чтобы этим делом заниматься. Мы покупаем одну вещь вместо двух вещей и, соответственно, наслаждаемся этой вещей, мы видим ее качество, учимся видеть ее качество, учимся понимать свои потребности, почему мы именно эту вещь выбрали. И на самом деле все это звучит как-то, знаете, даже надуманно и неестественно, но тем не менее я часто говорю, что минимализм, он меняет, он меняет вообще сознание, чем больше вы шагаете по пути минимализма, чем больше вы меньше покупаете, меньшим количеством вещей себя окружаете, меньшим количеством связей ненужных себя окружаете, вы понимаете, что действительно вам нужно очень-очень мало. И вот тогда вам просто-таки картина, привычная картина видится под другим углом, и это на самом деле прекрасно. На этом я с вами прощаюсь. Вот такие принципы минимализма, которые я вычитала, которые я прочитала в одной из статей, которые постаралась перевести, озвучить, переосмыслить для вас. Надеюсь, кому-то будут они полезны, кому-то они помогут бодро шагать по пути минимализма. А я на этом с вами прощаюсь. Желаю всем очень хорошего дня. Это была Яна Скворцова. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok